Юка Идзуми получил премию Сантори за работу геополитикой имперской России. В России меня привлекает эротизм. Сан Кэй Синбун, Япония. Сингу Сюэ. Сан Кэй Шумбун, Япония. 29 декабря 2019 года. Автор – военный эксперт, в основном специализирующийся на России, однако он не является так называемым военным фриком с ограниченным полем зрения. Он широко обсуждает военные и политические проблемы, глубоко понимая общество, психологию, культуру и образ мышления России и СССР, а также сравнивая их с Японией и западными странами. Речь идет о специально назначенном доценте научно-исследовательского центра передовых наук и технологий при Токийском университете Юка Идзуми. Юка Идзуми, который в этом году получил премию Сантори в области общественных и гуманитарных наук за книгу «Геополитика имперской России». Такими словами на церемонии награждения его представил член избирательного комитета премии профессор Негацкого университета Сигеки Хакамада, Шигеки Хакамада, который известен как лидер в области исследования России. Награду также называют премией Кутагавы в области гуманизма и социологии. Молодым ученым она открывает путь к успеху. Тем не менее Каидзуми отшучивается. Я скорее не стандартный ученый, а профессиональный военный фрик. Когда распался из СССР, Каидзуми ходил в начальную школу. Когда он был старшеклассником и увлекался военными самолетами, начала появляться информация о советском вооружении, которое во время Холодной войны было покрыто тайной. У Каидзуми проявился сильный интерес к системам вооружений, военной тактике и образу мышления стоящих за ними россиян, которые отличались от Запада. После окончания аспирантуры университета Вассадон начал публиковать статьи в военных журналах, специализируясь в основном на российской стратегии безопасности. Также Каидзуми работал в качестве специального научного сотрудника в Институте технологии будущего, аналитика в МИД Японии, приглашенного исследователя в Российской академии наук и сотрудников библиотеки японского парламента. В марте этого года он занял текущий пост. Каидзуми любит публиковать информацию, щедро приправляя ее юмором из твиттера. Комментируя привлекательность России, которую он изучает, Каидзуми говорит шутя, это ее эротизм, используется японское понятие, означающее трепет от чего-то неожиданного, внезапно появившегося, что наводит на размышления и что обычно скрыто. Военный потенциал скрыт. Тем не менее это не случай КНДР, когда скрыто вообще все. Скорее, информации слишком много, но внешнему миру ее не показывают в упорядоченном виде. Как добыть эту информацию и грамотно упорядочить ее? Это и есть показатель мастерства. Если очень постараться, мозаику можно сложить практически на 90%, отмечает Каидзуми. В работе, удостоившейся премии, он анализирует уникальные взгляды на порядок, стоящие за политикой безопасности, проводимой Россией в последние годы и критикуемой по всему миру. Каидзуми блестяще анализирует врожденную логику России, породившую неоднократные случаи военной агрессии, туманные представления о границах России, что еще считать ее территорией, а что уже нет, а также идея сферы влияния, из-за которой у России появились особые взгляды на суверенитет. Суверенными государствами она считает только те страны, которые не зависят от военных союзов и которые могут принять военные решения сами. Также Россия полагает, что она вправе ограничить суверенитет небольших соседних стран, которые находятся под ее влиянием. Кроме того, в работе Каидзуми привлекает то, что она сделана в форме путевых заметок, он объездил страны бывшего СССР и проанализировал ситуацию на местах. По словам Каидзуми, он продолжит проводить проверки на местах и осуществлять экспертную деятельность наряду с научными исследованиями. Моя цель – в течение пяти лет посетить все 15 бывших советских республик. Также я хочу побывать во всех 83 субъектах Российской Федерации. Научные задачи – звучит чванливо, поэтому назовем это учебной экскурсией, смеется. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.